Привет всем! Мы продолжаем с нашим коучингом QS Live 40. И это наш 9-й видео. Сегодня мы узнаем, как быть счастливыми. Сегодня мы научимся быть счастливыми. Счастливыми можно быть по-разному. Может быть кто-то из вас учился в школе и в начале урока говорили I'm happy to see you или I'm glad to see you и так далее. Какие-то там речевки были. I'm glad to be, I'm glad to see. Это как бы одно. Но есть же у нас три выбора. И, соответственно, мы скажем I, опять же стилизованная фигурка человека, не только я. I am. Я есть. Потому что нельзя быть каким-то, но при этом не быть. То есть I am. Я есть. Это первая форма для состояния. Мы говорим I am happy. Я счастлив. Дальше у нас есть некоторые три опции. Давайте напишем здесь to be. То есть я счастлив быть. Далее напишем здесь to do. Я счастлив делать принципиально что-то, обычно. И я счастлив быть, может быть, даже делающим что-то и так далее. Понимаете, да? И я счастлив иметь. I am happy to have. Причем не только вещи, как мы уже убедились. Наличие в английском, оно несколько тройное, да? И мы можем сказать так. Я счастлив быть. Я счастлив делать. Или я счастлив иметь, возможно, иметь что-то уже сделанным, да? Мы счастливы иногда результату. И представим себе, что речь идет об английском языке. Например, если вы скажете, я счастлив говорить по-английски. Вообще в жизни. Не сейчас быть говорящим по-английски, а я счастлив говорить по-английски. То есть я счастлив как бы иметь такой навык. Ну, в данном случае не иметь, а I am happy. И я так напишу здесь do заменен на глагол speak. Это ведь переменная, да? То есть I am happy to speak. В жизни вообще просто говорить по-английски. To speak English. Извлекать английский. То есть по улице. Down the street we can walk. По улице мы можем идти, а английский мы сам английский говорим. Ну или to say words in English. Or to say some phrases in English. Произносить фразы в английском. В капсуле английского языка. И мы говорим так. I am happy to speak English. Ну то есть я счастлив говорить обычно, да? Вы можете так даже подумать и быть при этом молчащим человеком. То есть и вы думаете про себя. Я счастлив говорить на английском. So I am happy to speak English in my life. Just as a normal regular action. То есть мы можем сказать я счастлив. Вот вы стоите на сцене. Перед вами аудитория. Вы говорите я счастлив быть говорящим сейчас с вами. Это не значит говорить с вами периодически. А быть говорящим. Ну говорящий это естественно уже будет не speak говорю. А говорю she. Speaking. I am happy to be speaking. I am happy to be speaking. Or to be speaking to you. Или если вы счастлив быть говорящим собеседником, которым вас отвечает. в отличие от аудитории молчащего. Вы можете сказать I'm happy, я есть счастлив быть беседующим с вами. To be talking to you. Вот что получается. Я есть счастлив быть беседующим с вами или говорящим по направлению к вам тоже. Если это мое действие, то я его направляю на собеседник. Если наше, то мы счастливы говорить вместе с вами with you. I'm happy to talk to you. You are happy to listen to me. We are happy to talk with you. Сейчас посмотрите, что мы можем сделать, касаемо того, что у нас уже за плечами осталось на каком-то пройденном пути. Я счастлив иметь, допустим, после какого-то удачного разговора, интервью, после какого-то удачного состоявшихся каких-то переговоров. Вы говорите, я счастлив иметь уже сделанным что-то. Вот там, за плечами еще. Идем слева направо в европейской цивилизации. И мы говорим, я счастлив иметь поговорённым. To have spoken to you. Or to have talked. Иметь сделанным. То есть, иметь уже сделанным. I'm happy. Я счастлив, что я сделал свою работу. Я счастлив, что я... И дальше, либо сделал в прошлом, либо сделал в настоящем моменту. А здесь, смотрите, как легко. Я являюсь счастливым иметь сделанной... To have done my work. I'm happy to have done my work. Вы можете сказать, я счастлив, что я не сделал никаких ошибок. Нет, я есть счастлив, что... That I made no mistakes. Or that I have made no mistakes. У нас нет такой дилеммы здесь. Я счастлив, довольствоваться результатом. Иметь уже купленный этот марк. Иметь уже сделанными никаких ошибок. I'm happy to have. Иметь ошибки мы создаём. Не выполняем заранее созданное. To have made. Made. Как на этикетках. Вы видите вот эти формы глагола. Make, made, made, да? Я счастлив, иметь созданными никаких ошибок. I'm happy to have made no mistakes. Вот такие вот чувства у нас могут быть. А вдруг вы сожалеете о том, что не сделали ни одной ошибки, потому что я вас не исправил. И вы говорите... I'm happy. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Иметь поцарапанной вашу машину, допустим. To have... Сейчас секундочку. Scratched. To have scratched your car. Или я счастлив, что я купил этот фотоаппарат. I'm happy. I'm happy. I'm happy. Иметь купленным уже за спиной, да? Ну, где-то там. А я счастлив именно наличию фотоаппарата, а не том, что я его купил в прошлом. Я счастлив иметь купленным. I'm happy to have bought. Третья форма, да? Bought. To have bought. To have bought. Buy, bought, bought. Покупаю, купил купленный, да? Вот слово купленный у нас. I'm happy to have bought this camera. I'm happy to have given you this lesson of English. А если мы скажем, я не очень счастлив. I'm not very happy to have done it. Ну, мы можем сказать, я не счастлив, что я это сделал. I'm not happy to have done it. И так далее. Вот таким вот образом мы можем выражать наши чувства по отношению к текущему состоянию в процессе, к обычному действию и к наличию уже сделанного. А где два N удваивается у нас, да? Там и мы его видим в старинных вещах каких-то, да? И там существует у нас всегда подверженность. Третья форма. Иметь сделанным. То есть я счастлив делать обычно. Я счастлив быть делающим. И я счастлив иметь уже сделанным. So, this is the lesson for today. Well, I wish you had a wonderful weekend. If it's going to be a weekend now. And I'm happy to have told you this. Я счастлив что рассказал вам это. Thank you. Bye.